Футбольный клуб Чита не собирается отдавать место ФНЛ Приморскому Лучу. Напомню, что несколько дней назад, после завершения чемпионата, эти две команды разыграли самую настоящую драму. Владивостокский клуб Луч Энергия закончил свое шествие в сезоне на 16-й строчке, тем самым попав в список выбывающих во второй дивизион. В это же время Чита стала лучшей в ПФЛ и получила возможность идти на повышение. СМИ поспешно распространили новость о том, что у Читинцев нет ни лицензии, ни денег для участия в ФНЛ, а значит Луч имеет шансы, так сказать, заполнить пропуск. Однако на официальном сайте забайкальцев руководство команды частично опровергло все подобные заявления. Итоги соревнований будут подведены 8 июня на общей конференции ПФЛ. Только после утверждения итогов первенства Чита, занявшая первое место в зоне Восток, официально получит право на участие в чемпионате в ФНЛ. И только после этого на собрании исполкома РФС будут установлены крайние сроки, в которые клубу предстоит пройти лицензирование. Вероятнее всего это будут 10 или даже 20 числа июня. Вдобавок руководство заявило, что в клубе брошено все на то, чтобы Чита вышла в ФНЛ. Стоит отметить, что для Луч энергии отказ Читинцев это единственный шанс остаться в лиге. Теперь приморцам остается только ждать. Спидвейсты Востока открыли сезон. Первый этап командного первенства России среди юниоров прошел в городе Октябрьский. Участие в соревнованиях приняли 4 команды, 2 из Тольятти и по одной из Владивостока и Балакова. Приморскую столицу, как и всегда, представляли неоднократные чемпионы страны гонщики Востока. Именно они и стали победителями этапа, завоевав 43 очка. Общую сумму набрали наши юниоры Арслан Файзулин, Виталий Котляр, Кирилл Хван, Марк Корион и Павел Лагута. Вторую строчку заняли представители Тольяттинской мегалады. Замкнула тройку лидеров Турбина из Балакова. Уже 25 мая Восток начнет свое шествие в чемпионате России, где в первой гонке встретятся с мегаладой. Встреча состоится в Тольятти. Первые же заезды во Владивостоке пройдут только в конце июня. Хоккейный клуб «Адмирал» получит дополнительное финансирование. Корректировки бюджета рассмотрели на очередном заседании Комитета по бюджету Законодательного собрания Приморского края. Ряд изменений предлагается внести по линии физкультуры и спорта. В частности, увеличить финансирование «Адмирала» почти на 75 миллионов рублей. И это при том, что бюджет клуба на следующий сезон уже составит более миллиарда рублей. Стоит отметить, что при этом команда сейчас пытается получить денег и с выгодной продажи игроков. Как заявил генеральный менеджер «Моряков» Илья Мухаметов, финансовое положение вынуждает проводить обмены, в которых «Адмирал» получает солидную компенсацию. Напомню, что Приморский клуб начнет новый сезон только в конце августа. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.